Всем привет, большой привет! В сегодняшнем видео я хочу предложить вам обзор на гостевой дом Галина, в котором я проживаю в Адлере. Скажу некоторую информацию, которую уже проговаривала в предыдущих видео, но чтобы вся информация была в одном, чтобы вы не искали по видео. Значит, гостевой дом Галина находится в самом центре города Адлера по улице Ленина, 41. Все телефоны я и адрес пропишу еще в описании под этим видео. Что хочу сказать? Я приезжаю сюда второй раз. Первый раз я его сама нашла, этот гостевой дом. Была здесь межсезонья в феврале, в конце февраля, февраль-март, наверное, здесь было месяц. И мне понравилось очень. Я решила, что если я приеду в Адлер, то я приеду именно в этот гостевой дом. Значит, рядом с ним находится автобусная развязка. В одну сторону это жидовокзал, в другую сторону это Сириус, Сочи парк и дальше Абхазия. То есть, ну, буквально по одной минуте до остановки. Естественно, столовая, кафе, магазины, пекарни. Ну, то есть, понимаете, все, все в одном месте. Для меня лично это важно. Чтобы можно было бы в любой момент, я села никуда, не шла там по полчаса. Села, поехала в Сочи, даже доехала. Села, поехала в Абхазию. Я могу за один приезд, как вот в прошлый раз, смотаться два-три раза в Абхазию. То есть, здесь все рядом. Дальше. До центрального рынка. От гостевого дома 5-6 минут. Ну, кто сколько. Соответственно, там же все торговые центры и большой торговый центр. Тут Гранд Сити. Всякие лавки, вещевой и вещевой, пищевой рынок, так скажем. Продуктовый. До моря идти 13 минут. В предыдущих видео я засекала. Можете посмотреть. 13, ну, 15. Кто, с какой скоростью ходит. Я шла средним шагом. Не быстро, но и не в развалочку. Дошла за 13 минут. После этой информации мне начали писать девочки, что Уэлина. Мы сняли прямо на первой линии гостевой дом. Очень нравится. На первой линии от моря. Кто-то пишет, что там возле армянской церкви. Тоже хорошее место. Парк Бестужево. Друзья, я ведь не возражаю. Я говорю вам свои рекомендации по моим запросам. У каждого свой запрос. Мне, допустим, лично мне, не нужен гостевой дом на первой линии. Потому что я не собиралась купаться. О, как громко тут. Я не собиралась купаться на пляже Адлера. Первое. Второе. Там очень шумно. Много народу. И играет постоянно. Играет музыка. Что и понятно. Вечером там много кафе. Это тоже будет греметь музыка. Мне это ничего не нравится. Мне вот это вот у себя не нужно. Но в силу возраста, наверное, уже. У кого предпочтения таковы. То, пожалуйста. Потом, когда я приезжала в феврале. Ну, февраль-мар. То, я так думаю, если бы я поселилась на первой линии. То, я обходила, кстати. У меня было видео на эту тему. То, это влажность. Это ветра дополнительные. Да, с моря. Это холод. Ну, как я предполагаю. Поэтому, по моим предпочтениям, я рекомендую вам вот этот гостевой дом. То есть, все на самом деле рядом. Вот просто все рядом. Так, больше говорить я не буду. Смотрим. Так, друзья. Ну, начинаем мы обзор нескольких номеров. Да, Марина? Покажет нам администратор. Какие есть номера, какие есть варианты. Марина, давай сразу скажем. Будем ли мы говорить цену? Вернее. Цена по сезону. Сейчас что? Когда они сами позвонят, они сами не знают. Да, да. Тем более, что у меня был такой опыт. Я говорила цену в Лазаревском. Тоже обзор этих гостевых домов. И люди пишут спустя полгода. Что вы врете? Нет таких цен. Спустя год. То есть, ну, смысла нет. Во-первых, сколько вас человек приедет, да? В апрель, другая цена. Май, другая. Июнь, другая. А лето посуточное. Вот мне здесь то же самое, да? Поэтому звоните Марине. На WhatsApp. Телефон я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Мы начинаем обзор с семейного номера, да, Марина? Так, ну, рассказывай, пожалуйста. Это общая комната. Общая комната. С кухней. Да. Здесь стиральная машина. Так, здесь стиральная машина, да, холодильник, микроволновая печь, кондиционер. Все это работает. Вот ливанчик, она открывается как дву спальню кровать. Тоже, да, два места? Угу. И вот спальная комната. Так, телевизор, гладильная доска и спальная комната. Оно все очень красиво. Такое в стиле олдмани, как сейчас говорят. Белья и балкон еще есть, да. Но мне это нравится, потому что, знаете, как-то это так нарядно, празднично. Так, здесь сушка для белья. И балкон. Балкон выходит на центральную улицу. Улица Ленина. Я потом скажу адрес. Так, кто-то мне там пишет. Ну, вот шумная улица. Слушайте, ну, закрыли окна и не шумно. Но есть номера с выходом вообще в другую сторону, да. Сейчас, может быть, посмотрим. Хороший. Так, и туалет с ванной. Ну, я уже говорила, здесь вообще все очень чисто. И девочки, которые здесь отдыхали, почитайте в комментариях на Дзене. Говорят спасибо и Марине, и мне за рекомендацию, и персоналу. Потому что всегда очень чисто. Так, что за номер? Там уже семейный и по другому. Семейный, другая планировка. Заходим прямо с санузелом. Давайте с него и начнем. Да, кстати, я хочу сказать, что финн здесь всегда присутствует. Туалетная вода, отопление. Посмотрите, да? Чистенько, дизайн приятный. Так, дальше налево спальня. Спальное место. Владильная доска. Утюг, телевизор, кондиционер. Большой шкаф. Ну, это вот хороший номер для большой семьи с детьми. Да, пять человек, шесть даже можно. Пять человек. Тут двоих можно деток положить. А диванчик раскладывается? Да, да. Прелесть. Здесь тоже телевизор. А, здесь и кухня. Кухня, холодильник. Микроволновая печь. Ой, какой интересный. Это как бы как лоджия, да? Да, но это окна открываются, как балкон. Тут свет есть. Свет, сушилка. А, и окна открываются. Выхода на балкон. А, все, там уже улица. Вы посмотрите, какая роскошь. Вы посмотрите. Это тоже семья, да? Ну, в принципе, может быть и компания какая-то близкая. Здесь без кухни здесь. Здесь без кухни. Ну, это что-то, знаешь, как в прошлом году, да? В позапоршем я. Ну, только я на другую сторону. О, слушайте, что? Здесь балкон. Здесь балкон тоже выходить не будем, понятно. Так, чайник. Холодильник. Телевизор, шкаф и ванная комната. Ну, слушай, у вас ванная и всегда такие плитка разнообразная, интересная. Ну, в принципе, вот все, что нужно. Все, что нужно. Слушайте, ну, по умолчанию полотенце для ног, для лица и банная, для тела. Всегда белая пустыня у них. Всегда. А, Марина, скажи, пожалуйста, как часто вы меняете постельное? Если будет спрашиваться. Четыре дня. Четыре дня меняет постельное. Да, полотенцем могу, когда просят, я даже через день тоже. Вот так вот. И отопление есть, если, допустим, на зимовку приедут, да, отопление. Так, вот посмотрите, на каждом этаже всегда есть чайник. Я показываю, сейчас свет включу. Чайник. Всегда есть гладильная доска и сушилка на каждом этаже. Это я помню по прошлому разу, по прошлому приезду. Смотрите, маленький номер. Ну, как маленький. Для одного, для двух, даже для трех. Слушайте, тут еще маленькая кроватка. Я, честно говоря, думала, одна-двухспальня. Пожалуйста. То есть, может и заехать один человек, и семья с ребенком. Шкаф. Полотенце, тумбочки. Конечно, балкон. Балкон этот как раз выходит внутренний дворик. Кто-то говорил, что там, если кому-то будет шумно, то вот есть, который балкон выходит внутренний дворик. Чуть так ок не потеряла. Маленький холодильник здесь есть. И санузел. Унитаз. Ванная. Гелия для душа. Вот такой номерок. Так, показывающе в коридоре есть тоже отопление. То есть, здесь достаточно. В этаже есть постирочные машины. Тамара, это две машинки, да? Или машинка и сушка? Большая машинка здесь нет. Сушки нет. И две машинки с той стороны есть. С той стороны. А мы можем сейчас через кухню все? Конечно, конечно. Так, вот две постирочные. Пожалуйста, ваш порошок приходите, стирайте. И здесь кухня. Можно приходить и готовить, да, Тамара? Да, приготовят, покушают. Посуда есть, да? Все есть. Поел, убери за собой. Все правильно. Пожалуйста, смотрите, два холодильника. Микроволновая. Ага. Поканы, тарелки тут. Ага. Ну, у кого вот нет кухни, да, ну, это подкатрили все, да. Все сковородки. Ой, прелесть какая-то. Микроволновка. Да-да-да. Я в прошлый приезд, да, приходила, готовила. И, пожалуйста, столы. Столы, стулья. Так, и выход есть сюда, во внутренний дворик. Тут еще две машинки, Тамара говорит. И вот они еще две. Тут тоже можно стирать, да? Да, вот и две машины. Ну, все вообще отлично. Все, друзья, вот такой шикарный дом. Большой. Ну, знаешь, Варина, я удивляюсь тому, что большой гостевой дом. Я, кстати, в прошлый приезд говорила и сейчас. Я могу тебе снимать? Вот красавица какая у нас, очень красивая. Ну-ка, сейчас вот свет. Ой, свет включу. Это, что тишина. Полный гостевой дом, да? А такое впечатление, что нет никого. Как заходят, как выходят. Как они заезжают, уже день отец. Я говорю, о, уже уезжайте. Даже не заметно. Тамара, можно показать вас? А это Тамарочка. Это наша фея. Она моет, чистит. Ну, после нее чистота всегда. Постель меняет. Да. В прошлый раз, думаю, господи, не успеет мне постель поменять. И опять приходит. Я пришла тебе постель менять. Я говорю, меняли же. У меня все посчитано. Уже столько времени прошло. В общем, вот так. Вот так, друзья. Все, оставляю. Тогда вот этот телефон, да, Марина? Да. Писать в WhatsApp и звонить можно. Да. Ты моя сладкая. Что-то просит. У меня еще миль есть. Что-то просит. Она местная или чья-то? Наша. Она уже зояно-хозяйская. Зояно-хозяйская. Она главная. Нет. Еще она уже не главная. Главная уже Мане. Слушайте, и вообще здесь такая атмосфера дома. Да? Да. Как-то вот вообще никто не напрягает. Я имею в виду вот из хозяев. Живешь и живешь. Да? Да. У нас семья получается. Гости тоже из нашей семьи. Мы уже как бы понимаем их. Первый год знакомимся. Потом уже. А люди возвращают, кстати. Вот скажи, люди возвращаются? Конечно. У меня постоянно все. Постоянно. 24 года. Есть 10 лет, которые они возвращают. Да, да. С Красноярска она так. Не, с Владивостока. Вот я с Красноярска. Не, с Владивостока какие. Лилия, не Лилия. Лилия. Она овою уже смотрит. За это знаешь. Да, да. А тебя многие к нам приходили. Да, да, да. Пишут, кстати, да, благодарности. У меня никого не один. Да, да, да. Все пишут благодарности. И девчонкам, и Марине, да. Ну, все. Все, будем прощаться. Всем пока. А вам доброй ночи, мои дорогие. Ждем. Ждем гостей. Да.